Сначала они любимцы всей семьи, а потом скитаются по улицам в поисках пропитания. Проблема бездонных животных актуальна не первый год. Причина одна – безответственность. В приюты города ежемесячно поступает под сотню собак. Многие в этот момент на волоске от жизни. Кого-то спасти не всегда возможно. «Есть жуткие истории, и, к сожалению, их тоже немало. Хозяин собаку измотал лейкопластырем и выбросил просто её умирать живую. Собака была измотана вся. Как она распутала лапы себе, это нам неизвестно. Но факт то, что она пришла к дому. Мы боимся, что хозяин довёл своё дело до конца». В глазах у искалеченных и брошенных животных немой вопрос, за что они заслужили такую участь. Издевательство над братьями нашими меньшими не поддаётся ни объяснением, ни оправданием. Душераздирающие истории моральности просто так с рук не сходят. «За жестокое обращение с животными в соответствии со статьей 16.29 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин. Также за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность, если наступила гибель либо увещи животного. Наказывается общественными работами или штрафом или исправительными работами на срок до одного года или арестом». Достучаться до каждого. Чтобы урегулировать отношения между человеком и четвероногими и защитить самых преданных друзей, в стране создан законопроект об ответственном обращении с животными. «Законопроект принципиально новый. Аналогов его, к сожалению, у нас в практике в нашей не было. Но законопроект, который на сегодняшний момент регламентирует основные взаимоотношения, даёт понятийный аппарат и, скажем, устанавливает ответственность собственников и, наверное, даёт в том числе и права тем, кто занимается работой и занимается, вот скажем, зоозащитой». Ознакомиться с документом можно на сайте «Правобай», новшество которой ожидает каждого хозяина животного – чипирование питомца. Под кожу с помощью специального устройства будет вводиться микрочип. Польза безболезненной процедуры очевидна. Более того, электронное устройство позволит установить личность тех, кто жестоко обходится с питомцами. От законной совести уйти не получится. «Очень много маленьких котят на улице, которых просто выбросили. Люди бывают очень жестокие. Жалко иногда, просто жалко. Наиграются, выбрасывают. Здорово, что сейчас будут чипироваться животные, можно будет отследить». «Вот был в другой стране, там все животные чипированы, и процент, скажем так, непривитых, бездомных животных, ну, мал. Поэтому это хорошая идея». «Мы в ответе за тех, кого приручили – такая популярная, но не теряющая смысла фраза. Каждый должен осознавать – домашнее животное не равно игрушка. Прежде чем пойти на ответственный шаг, задумайтесь о реальных ценностях жизни». Елизавета Лепеева, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.